Депутат Госдумы, по Карабаху нужна активность российских переговорщиков. Нагорный Карабах стал зоной противостояния двух народов, но в трехстороннем формате Россия, Азербайджан, Армения можно выстроить основу для переговоров, считает российский парламентарий. У Азербайджана есть определенные разочарования в переговорном процессе, об этом пишут и открыто заявляют многие российские эксперты. Комментируя ситуацию, депутат Государственной Думы России, член парламентского комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что российские дипломаты могли бы проявить большую инициативу в миротворческом плане. Надо учитывать, что мы все вместе много лет жили в одной общей стране. Да, Нагорный Карабах стал зоной противостояния двух народов, но в трехстороннем формате Россия, Азербайджан, Армения можно выстроить основу для переговоров. И, конечно же, надо исключать вмешательства сторонних сил, которые могут спровоцировать усиление противостояния. Перспектива урегулирования существует, нужно просто садиться за стол переговоров и вырабатывать компромиссный вариант. Появляется все больше комментариев, в которых звучат утверждения о необходимости вмешательства России в конфликт. Пусть, мол, сами решают. Решить, конечно, можно, но если речь идет о мирном варианте, то возникает вопрос, как в этом убедить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который постоянно заявляет, что не знает о поэтапном плане урегулирования. А он, кстати, согласовывался годами, и его фактически одобрили предшественники нынешнего главы армянского государства. Политологи и эксперты, которые высказывались по этому поводу, больше теоретики, а не практики. Я, в отличие от них, много лет работал в Организации Объединенных Наций. Отвечу так. У азербайджанцев и у армян есть большие интересы в Российской Федерации. Существуют большие диаспоры. Учитывая экономическую заинтересованность Армении в сотрудничестве с Российской Федерацией, можно было бы найти вариант, когда армяне прислушиваются к мнению Российской Федерации, и на этой основе выработать подходы, которые устроят всех участников переговоров – Россию, Азербайджан и Армению. Но прежде всего необходима активность российских переговорщиков. Друзья, когда мы вместе, мы сила, и мы обязательно победим!